В знаменитом Андрее Рублеве Андрея Тарковского есть скоморох. Шут или не шут этот скоморох вопрос отдельный. А вот в почему-то менее прославленном фильме по сценарию того же Тарковского один шанс из тысячи шут точно есть. Только взгляд на него шута глубокий, поэтому кинокритики в нем шута и не распознали. Не поняли ничего, не заметили шекспировский масштаб. Вот он, этот шут в немецкой форме, советский десантник. Судя по ранению в живот, умирает. Советского разведчика играет любимый актер Тарковского Солоницын. Тот актер, который играл писателя в Сталкере. Писатель тоже явный шут, потому что мыслит глубоко. Такую глубину обычно называют парадоксальной. И еще у того же Тарковского в единственном его спектакле Солоницын играл гамлеты. Интересно, что при других режиссерах Солоницын не расцветал и в сотой доле. В средние века настоящий шут реально мог быть даже более могущественен, чем обычный король. Хотя шуты постоянно и прикидываются никем и ничем. Это король лир Шекспира. У Шекспира, как и у Тарковского, шуты есть. Мало у кого есть, а у них есть. И немало. В разных видах. Хотя поди попробуй встреть хоть одного в жизни или в творчестве обычных писателей. В силу редкости, тем более важно проанализировать все заметные случаи с участием шутов. Настоящих, парадоксальных, соответствующих настоящему шуту жреческой биографии в виде ступеней посвящения. В концепции шутов минувшего целая куча противоположных. Понятно, что все эти концепции одновременно верными быть не могут. Но хорошо, если в этой куче навоза из энциклопедий есть та самая жемчужина. Средние руки авторы обычно преподносят шута как развлекателя короля посредственности. У Шекспира в точности наоборот. Но узнать об этом особом взгляде Шекспира могут только те, кто считают Шекспира в подлиннике. Потому что в экранизациях ключевые слова, открывающие сущность шутов, изъяты. Например, изъята эта сцена. Акт 3. Конец 2. Сцены. Уж скорее наступит конец всему, и Альбион уйдет под погоду. Причем так называемые священнослужители станут больше интересоваться словом, чем всяческим в дерьмом. Скорее уж конец, чем пивовары прекратят лить в воду свой товар. Скорее уж конец, чем знает, начнет разбираться в практических делах лучший партнер. Скорее уж конец всему, и Альбион уйдет под воду, чем перестанут преследовать знатоков точного слова. А вместо них прижмут бабьи и хвосты, которые суть за бабами и волоки. Скорее уж конец, чем суды начнут судить по правде и закону. Скорее уж конец, чем чинуши вспомнят, что существует долг, а рыцари перестанут быть умственно убогими. Скорее уж конец всему, и Альбион уйдет под воду, чем клевета покинет языки и испарится утром. Скорее уж конец, чем карманников перестанут притягивать рожи всяческих лохов. Скорее уж конец, чем ростовщики перестанут впаривать, что счастье в золоте. А шлюхи и проститутки станут отправлять истинное богослужение. Случить все это в королевстве Альбиона случится светопредставление. И только после этого наступит время, если, конечно, хоть кто-нибудь до него доживет, когда здесь перестанут вытворять все через жопу. КОНЕЦ 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 Здесь шут короля Лира, оставшись наедине с самим собой, подчеркиваем, что говорит шут без свидетелей, проговаривает тайное знание, что настоящие шуты – это та почва, на которой вызволяется великий Мерлин. Если не знать, кто такой Мерлин, значит вообще не понять, о чем король Лир Шекспира. И зачем там вообще присутствует шут, вообще говоря, центральный герой короля Лира. И не понять, о чем вообще все творчество Шекспира. Да и получается творчество Тарковского тоже. Жизнь – это мозаика из аналогичных историй. Что-нибудь достоверное о Мерлине, настоящем Мерлине, можно узнать только из книги Мэлори «Смерть Артура». Ну, это происходит потому, что все всяческие энциклопедии, хотя о Мерлине, так сказать, говорят как об основном предмете, тем не менее, и даже ссылаются на книгу Мэлори, все время как на главный источник, тем не менее, в рассказе о Мерлине не упоминают самого главного. Ну, может быть, оскопление этого образа Мерлина и не со зла делается составителями энциклопедий. Может быть, и, наверное, просто они не дотягивают до уровня Мэлори. Ну, у них разный жизненный опыт. Мэлори, когда попал в тюрьму невиновным, подчеркиваю, что невиновным, он там, собственно, и написал «Смерть Артура». Те, кто бывал, значит, в тюрьме и знает, в чем отличие арестанта невиновного и виновного, тот, конечно, поймет, о чем я. Итак, Мерлин. Мерлин – воспитатель короля Артура. Точно так же, как и Шут Йорик – воспитатель Гамлета. Только Мерлин, кроме того, что мудр, еще и волшебник, провидец, способен к телепортации. И это еще не все. Мерлин мог описать Шута, а значит, мог помочь кому-то в Шута вырасти, потому что, минуя стадию Шута, в благословенного короля не вырасти. В судьбе короля Артура Мерлин начал принимать участие еще до того, как Артур был даже зачат. Будущая мать короля Артура Игрейна была герцогиней, соответственно, ее муж – герцог. Но к ней стал подкатывать король Уотер, чтобы она, прежде чем с ним переспала, дала на то согласие на словах. Но на словах Игрейна отказывала. Тогда Мерлин посоветовал королю Уотеру представиться Игрейне, что он ее муж-герцог. Король Уотер так и сделал. Игрейна псевдомужу моментально отдалась, причем в процессе Коэтуса совсем не заметила, что спал с ней не ее муж. Умение, которое приобретается навыком. Игрейна вообще молчалива. Когда она узнала, что ее муж-герцог был убит людьми короля за три часа до того, как она с кем-то совокупилась, удивление она не высказала. Она молчала. У Игрейны была еще особенность. Рядом с ней все быстренько умирали, как будто она Артемидница, совсем настоящая королева. Этот момент Мерлин обошел тем, что как только Артур родился, младенцы передали ему, а он передал вскармливать Артура женщине попроще. Так что мы видим, что Мерлин и в роли типажа-кормилицы разбирался прекрасно. Что до Игрейны, то впоследствии в рыцарских кругах она стала считаться наипорядочнейшей из женщин. Этого супруги и матери. Еще приверженцы рыцарской культуры ценили жену короля Артура, которая изменяла мужу Артуру по разным версиям с разными. По одной из версий только с ланселотом. Эталон куртуазной любви. Эталон для подражания в рыцарской культуре. Одновременно с королем Артуром в общество на долгие столетия пришла мода не только на ритуалы измен, но и на повальные рыцарские поединки владельцев замков. А эти, господа, одно время были еще и сенешалями. То есть не только воинскими начальниками, но еще и судьями. Можно сказать и так. С модой на рыцарей пришла и практика, когда судьи мочили судей, а прокуроры прокуроров. Людям пачкать рук не приходилось. Мерлин нисколько не занимался философским образованием ни короля Артура, ни его рыцарей круглого стола, ни вообще каких-либо рыцарей. А вот смертельные поединки рыцарей между собой Мерлин поощрял. А когда истребление господ владельцев поместья стало на поток, Мерлин сообщил, что он ушел. Сообщил из-под земли. Ушел способом, который заставляет задуматься. Его правиться для него внезапно, ха-ха, заколдовала волшебница, уложила в холм и придавила неподъемным камнем. Причем якобы уложила та, которую Мерлин сам же и обучил. Или она думала, что он ее обучил. Якобы лежит теперь Мерлин под холмом, придавленный тяжеленной каменной плитой, но с перспективы когда-нибудь с веками выбраться. О том, что он может из-под камня телепортироваться, Мерлин, будучи придавлен, видимо, забыл. Понравилось ему, что ли, под камнем? Или здесь какая-то хитрость? Из-под камня Мерлин, кстати, мог рассказывать историю своего заточения. В поединках не всегда, но часто Мерлин вставал на сторону короля Артура. И понятно почему. Король Артур не посвященный. Он дракон, но красный дракон. А красный дракон от драконов белого и черного отличается тем, что настолько любит победы, что ради них способен повиноваться советам посвященного. О Мерлине в одном из сказаний есть странная фраза, что Де Мерлин собственноручно уничтожил двух драконов. Смысл этой фразы не понять, если не знать, что драконов существует три типа. Мерлин уничтожил и уничтожал, надо полагать, белого и черного. Для этого и вступил в союз с драконом красным. То есть вступил в союз с королем Артуром и его рыцарями под драконниками, если не сказать, с собственными дегенератами в рыцарских доспехах. Повсеместно считается, что Мерлин был без духовного короля Артура соработником. Наверху Артур, а на посылках Мерлин. Но есть и другое мнение, противоположное. Просто Мерлин нашел оригинальный способ очищать популяцию от агрессивных неудачников. В смысле, от рыцарей Сенешали. Тут-то мы и обнаруживаем, что одна из обязанностей Шута – это очищать общество от артемидниц и аполлонщиков. Это в том случае, если король не благословенный, а самый обычный. Стравливать Сенешали – не единственная обязанность Шута. В случае благословенного короля Шуту надлежит постоянно напоминать королю о его высоком предназначении. В Европе, похоже, это всеми забыто. А вот китайцы помнят. Фильм «Император и его убийца». Эти бравые ребята с побелкой на лице назывались в Китае жрецами. На самом деле они те, кого до того, как была забыта сущность Шутов, называли Шутами. Можно обратить внимание на то, что лица китайских жрецов побелены. Зачем-то. Ну, прям Шутовской грим. Интересно, что эти китайские жрецы из всех обитателей дворца – самые адекватные, самые разбирающиеся в устройстве жизни, поэтому и не впадают в панику. Не теряются даже тогда, когда потерялись все. Но вернемся к одному шансу из тысячи. Советский десантник, воспользовавшись абсолютным знанием немецкого языка и трофейными документами, на имя обер-лейтенанта Вайзинга внедряется на базу отдыха немецких морских офицеров. Мы солдаты! Между делом проворачивает там такую штуку. Восхваляет древние рыцарские традиции. В результате этого восхваления воскресает практика дуэлей. Немецкие морские офицеры, причем лучшие из лучших, гибнут на дуэлях один за другим. Наповал! Оно, конечно, этот финт можно объяснить одной только начитанностью Вайзинга. Вайзинга в кавычках. Объяснить можно было бы в том случае, если бы в руки Вайзинга когда-либо попадали тексты, в которых объяснялся бы смысл дуэлей, что они придуманы неким, так сказать, нетривиальным писателем, который изготовил из этого способ уничтожения особенно отстойных и агрессивных подчиненных вассалов черного и белого драконов. Таких текстов попросту нет. Ну, а то, что есть, ну, явно не дотягивает. Ну, например, так сказать, признанный гений, ну, не мой признанный, Марк Твен, американский, значит, у него есть такая книга «Янки при дворе короля Артура», в которых, вот, так сказать, издеваются над этими рыцарями, ну, соответственно, дуэлями. Но дело-то в том, что в этой книге Марка Твена придурки все, понимаете, не только рыцари, не только король Артур, но и Мерлин, то есть все-все-все. Ну, проще говоря, Марк Твен Мелори читал, но не понял ничего. Вайзинг в большой степени Тарковский. И если вспомнить, кто такой Тарковский, и что в его сталкере писателя играл Вайзинг, то, кстати, еще и Гамлета. Таким образом, кто такой Вайзинг, и как к нему пришла идея возродить практику рыцарских поединков, остается только догадываться тем, кто в состоянии догадываться. Очень может быть, что Вайзинг, как и великий целитель Мерлин, может у посвященного залечить любую рану, даже в живот. Все постигается до глубин достаточных только при рассмотрении противоположностей. Хочешь понять, кто такой Шут с точки зрения жреческой, надо прежде выкорчевать из подсознания внушение на оправданность занятий антишутов. Такие внушения есть, не могут не быть. Для выкорчевывания необходимо составить модель этих антишутов и тем самым их разоблачить. Но тема эта объемная, как раз на шекспировский семинар, 19-й цикл. А напоследок можно рассмотреть то такие псевдошуты из справочников, которые пытаются населению выдать за настоящих шутов. Дурацкий колпак, в руках палка с привязанным бычьим пузырем, наполненный до половины сухим горохом, эдакая погремушка. Почему от выкрутас таких псевдошутов у простых королей, то есть бездарей, подымалось настроение? У настоящих шутов были скипетры, такие же, как у королей, и отсюда было видно, что он двойник-близнец настоящего короля. Так что даже если король бездарь, и даже шут при нем тоже бездарь, то сам по себе скипетр будет напоминать о возможности чего-то большего. Но если царский скипетр заменить на погремушку из сухого гороха, то это кощунство. Напомним, что коммерческие цирки финансово процветают на кощунствах, людям попроще в цирках нравятся. Особенно им нравятся клоуны. А вот типичный клоун из Франкенштейна. Обманный псевдошут – это на самом деле клоун. Клоун – это страдалец. Клоуна на сцене бьют, он страдает, простые торчат. Кино и телеэкран феномен не передают. Особенно торчливо только в самом цирке при прямом психоэнергетическом контакте. Настроение повышается по механизму двуликого януса. Ведь так хорошо, когда у соседа подыхает корова. Страдание соседа – это, конечно, источник удовольствия для зрителей-неудачников. Но еще большее удовольствие – это на этом же месте кощунство. Удесятеренное ощущение якобы победителя над миром учителей. Пузырь с горохом на палке вместо царского скипетра – это и есть кощунство. Как и всякая подмена жреческого смысла действий шутов-жрецов. Так что те, которые втирают нам через справочники, что шуты – это лишь страдающие клоуны, а отнюдь не жрецы, не братья-близнецы королей, от своего кощунства торчат. Сами и торчат с охотой. Хотя их изнутри и гложит зависть к тому миру, доступ в который они себе перекрыли серией предательств. Все это, конечно, относится и к королю Лиру. Здесь шут настоящий, а король поддельный. Поэтому театральная публика, перебравшаяся сюда из цирков, на стороне короля, а шута и его государствообразующих дел не замечает. А ведь это именно шут стравил двух нравственных уродов – Артемидницу Корделию и Аполлонщика Бастарда Эдмонда. И они убили друг друга. Образцовый рыцарский поединок, который по рыцарским канонам был невозможным, потому что Корделия внешне – женщина. Уморительных кощунств с погремушкой за шутом не замечено. Впрочем, шут из короля Лира – это тема шекспировского уровня.